Рассе кинет сюда, посмотрит, ага, еще кинет. И вот так минут 10. После вот пятого подъезда сухнуло. Летели вниз даже самые любимые машинки детали от конструктора. Поведение мальчика, который то и дело подходил к окну на девятом этаже, насторожило соседей. Оказалось, это не просто детская шалость. День для семьи был обычным. После возвращения из садика прилегли отдохнуть. Только мама так глаза и не открыла, а папы дома не было. Работает вахтой. Многие подробности смышленый малыш сам рассказал спасателям. Он был очень сильно напуган. Я его взял на руки, он меня обнял сильно за шею. Не понимал, что происходит. Я спросил, как его зовут, сколько ему лет, ходит ли он в детский сад или нет. Он мне отвечал, разговаривал со мной. Я эту реальную картину увидел, я понимал, что произошло. А он, как я его вопросами наводящими сказал, что мама твоя уснула и не проснулась. И он мне отвечал, да. Он не понимал, что произошло. Смерть мамы мальчика была ненасильственной, говорят в правоохранительных органах. Истинную причину сейчас выясняют. Ребенка обследовали врачи. Никаких повреждений нет. Чувствует себя хорошо. В настоящее время несовершеннолетний, 2014 года рождения, сотрудниками ПДН ОМВД России по Засвиярскому району города Ульяновска передан бабушке. Его жизни ничего не угрожает. Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтояров, Валерий Кулачков, Максим Бажанов, репортер 73.